МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы внедрения карты «Стрелка» обсудили в Люберецкой администрации. Владимир Ружицкий провел встречу с жителями Люберецкого района. Телеканал «Интерес ТВ» с гимназией номер 16 отметил свой первый день рождения. Около 60% частных перевозчиков в Люберецком районе не принимают «Стрелку». Однако единую транспортную карту должны принимать на всех маршрутах без исключения. Об этом заявил глава Люберецкого района и города Люберца Владимир Ружицкий в ходе совещания с руководителями транспортных компаний. Специальными устройствами, принимающими оплату за проезд картой «Стрелка», оборудовано 90% транспортных средств. Но пользуются ими далеко не все перевозчики. От жителей Люберецкого района продолжают поступать жалобы. В некоторых маршрутках отказывают в безналичном расчете. «Если говорить о социальных маршрутах, государственном унитарном предприятии «Мострансавтра», филиал МАП номер один от колонны 1787, здесь у нас ситуация достаточно неплохая. И проблем с единой транспортной картой на этом предприятии «Стрелка» нет. Если говорить о коммерческих перевозчиков, ситуация, как сказал Леонид Петрович, у нас крайне неблагополучная». Представители общественной палаты Люберецкого района провели рейд по использованию единой транспортной карты. По результатам проверок 60% водителей отказываются принимать «Стрелку». «Хочу отметить, что в некоторых случаях жители едут бесплатно, а в некоторых могут доходить даже до личных угроз. И, к сожалению, водители говорят, что их на данные маршруты так выпускают их транспортные компании». На встрече с руководителями транспортных компаний Владимир Ужицкий отметил, «Единую транспортную карту должны принимать на всех, без исключения маршрутов». «Те, кто так или иначе не вписывается в эти правила, друзья мои, это установка губернатора. Просто или расстаёмся, или в этот бизнес кому-то переуступаете, тот, кто это способен делать. И всё». Ещё одно нарушение со стороны владельцев коммерческих компаний-перевозчиков. «Они не предоставляют списки своих сотрудников в органы внутренних дел, тем самым лишая возможности проверять водителей общественного транспорта на причастность к тем или иным правонарушениям». Начальник УВД Люберецкой Евгений Романцев поручил предоставить эти списки до 10 апреля. Владимир Ружицкий провёл встречу с жителями Люберецкого района. На этот раз она прошла в Красково. На вопросы жителей ответили также глава городского поселения Владимир Волков, руководители управляющих компаний, медицинских и образовательных учреждений. Движение общественного транспорта, ремонт дорог, деятельность управляющих компаний и качество воды. Такие темы волнуют жителей городского поселения Красково. Об этом глава Люберецкого района Владимир Ружицкий смог узнать во время встречи с ними. С наступлением весны особенно актуальны вопросы по благоустройству территории. Например, о содержании рощи в посёлке Коренёво. По словам главы городского поселения Владимира Волкова, в роще каждый год проходит уборка. Однако из-за того, что это территория лесфонда, ветхие деревья там спилить было нельзя. В этом году уже появился механизм по взятию в аренду таких участков. Будем обращаться. И в этом году, 23-го числа, субботник, всех приглашаем, 23-го апреля, областной субботник. Поэтому снова там будем убираться, всё уберём. Мы по деревьям будем в мере, в первую очередь, аварийных, спиртов и обвозить. Также на встрече обсуждали работу медицинских и образовательных учреждений. Вышли даже на общегосударственный уровень проблем. Было озвучено недовольство качеством образования в стране. Однако Владимир Ружицкий заверил, в наш район привлекают специалистов высокого уровня для того, чтобы дети учились в лучших школах. Что Люберецкое образование – одно из лучших в Московской области. Потому что мы в последний год очень тёчно, очень правильно, очень выгодно работаем с коллективами, работаем с директорскими корпусами, работаем с министерством образования и, конечно, работаем с жителями, которые живут на территории. Такие встречи, как эта, во многом помогают развивать Люберецкий район и дают возможность жителям своими глазами увидеть, что власть решает их проблемы. Власть открыта, что власть встречается, власть слышит, власть не боится гласности. И те решения, которые принимаются, доводятся до всех. И проблемы, которые есть в районе, не скрываются, не замачиваются. Выносятся до таких общественных мероприятий, освещаются в прессе, таким образом скорее решаются. Быстрее сложности устраняются и в том случае, если жители идут на сотрудничество с властью. К примеру, в настоящий момент администрация Люберецкого района ведёт борьбу с несанкционированной торговлей и призывает люберчан сообщать о нарушениях закона в этой области, а предпринимателей соблюдать его. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Телеканал Интерес ТВ из гимназии номер 16 отметил свой первый день рождения. По этому поводу там состоялся очередной мастер-класс от сотрудников ЛРТ. На этот раз он был посвящен монтажу новостных сюжетов. О правилах этого жанра и о работе с видео в целом ребятам рассказал старший монтажёр Люберецкого районного телевидения Николай Сосин. На Люберецком районном телевидении Николай Сосин сравнительно недавно. Однако за плечами старшего монтажёра богатый опыт работы с видеоматериалом. Так как ребята с Интерес ТВ монтажу учатся самостоятельно, они с большим интересом узнали об основных правилах создания новостных сюжетов. Вы должны сделать так, чтобы зритель, когда смотрел ваше произведение, ему было комфортно и понятно. Потому что если вы сделаете новостной сюжет или какой-либо другой запутанным каким-нибудь там с немыслимыми эффектами, вам будет казаться это круто и это так надо, но зритель может не оценить. Сюжет должен быть простым и понятным зрителю. Вот основное правило новостей. Грамотность вести кадры – дело тонкое. Сначала нужно осмотреть весь снятый материал. Также необходимо работать в команде с корреспондентом и оператором. Тогда конечный продукт будет качественным. Кроме того, Николай рассказал ребятам о стабилизации изображения с помощью программы, композиции планов и правильной склейки кадров. Если мы так и оставим, то будет рывок в кадре. И вы ставите через белый переход сюда. То есть вспышку, грубо говоря. Чтобы такого не было, можно снять крупные руки человека, лицо, глаз какой-нибудь. В продолжении лекции старший монтажёр ЛРТ на практике показал, какой программой и как лучше пользовался, чтобы этот опыт помог ребятам в дальнейшем. Интерес ТВ существует уже год. За это время школьники узнали от профессионалов о правильной работе журналиста в кадре, съёмке сюжетов и технике речи. Последнее звено в создании сюжета – видеомонтаж. У юнкоров он вызвал немалый интерес. Больше всего в лекции мне понравилось то, что нам рассказали о том, как сделать видео так, чтобы его было приятно смотреть. И ещё то, что нам рассказали о некоторых хитростях, которые мы можем использовать при производстве нашего контента. В завершении мастер-класса Николай призвал ребят расширить рамки, развивать своё телевидение и не останавливаться на новостях. Он дал напутственные советы по созданию новых развлекательных проектов, которые, возможно, юные телевизионщики реализуют в будущем. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Скворечники готовы к заселению. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» в рамках ежегодной акции «Летят на родину скворцы» установлены домики для птиц. Некоторые из них стали новой достопримечательностью парка. Основные участники акции в этом году – родители школьников образовательного центра номер 1602 столичного микрорайона Косино Ухтомский. К мероприятию подключился и благотворительный фонд «Люберецкий квартал». Скворечники сделаны по всем правилам. Никаких ДСП и ДВП, только натуральное дерево, не хвойных пород. Внутри домик шероховатый для того, чтобы птицам было удобно вылазить. Обязательно жердочка перед входом для удобного приземления и прогулки. Родители второклассников образовательного центра совместно с представителями фонда в рамках ежегодной акции «Летят на родину скворцы» установили более 40 птичьих домиков и кормушки. Акция «Летят на родину скворцы» стала действительно очень крупным и ярким событием в нашем городе. Откликнулось большое количество волонтеров, которые заинтересовались данным мероприятием. Также дети, семьи. Яркое событие. Мы всегда поддерживаем мероприятие, которое проводит Наташинский парк и парки города Люберцы. Некоторые птичьи домики стали новой достопримечательностью Наташинского парка. Например, скворечник в стиле «Буратино». Видно, что дети и родители подошли к мероприятию творческим. Все скворечники именные. Здесь указаны фамилии семьи изготовителя, украшенные уникальным орнаментом. Теперь дети с интересом наблюдают, чей скворечник быстрее облюбуют скворцы. Скворцы обычно прилетают в марте следом за грачами. Но если весна затяжная, то прилет может задержаться до апреля. Мы очень рады, что наша акция помогает объединять семьи. То есть, когда есть совместное творчество, всем приятно, все приходят в парк. Скворцов не случайно называют санитарами леса. Они активно уничтожают вредителей и на деревьях, и на земле. Совсем скоро излюбленное место отдыха Люберчан, парк культуры и отдыха Наташинские пруды, наполнится песнями птиц и расцветет после весеннего пробуждения. Вадим Акентев, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Первого апреля во многих странах мира отмечается День смеха. Происхождение этого праздника точно неизвестно, но каждый знает. Первого апреля принято разыгрывать друзей. Так что мы вместе с вами, уважаемые телезрители, решили в этот день посмеяться над собой. Забавные моменты рабочего процесса телеканала ЛРТ, который обычно остается за кадром, смотрите прямо сейчас. В нашем коллективе трудятся творческие и находчивые профессионалы. Действовать быстро, обдуманно и осознанно всегда – вот наша задача. Что же помогает нам оставаться в тонусе? Уверяю, это не сок и не спорт, а настоящее чувство юмора. Так, серьезное лицо. Среди первых слушайте. Творческую группу проекта «Нового авианосца» возглода... Возглода, да, возглода. Ты голодная, что ли? Да, очень. Это стало возможным благодаря... Уже в мае специалисты приступят к капитальному ремонту дорожного покрытия. Кто такие предложения пишет? Ручки! Будь здоров. Итак, большинство опрошенных считают, что сейчас инвалиды по зрению больше всего нуждаются... Итак, большинство опрошенных... Итак, большинство опрошенных считают, что сейчас... Да, мешает? Вадим Акентев, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Нашим операторам присуще помогать спикерам и корреспондентам. При этом они заботятся о каждой мелочи в кадре. Улыбайся, Троян. Улыбаемся, елки зеленые. Центр тяжести сместили. И это все, о чем я успела вам рассказать. В студии была Ольга Чуканова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. На этом наш выпуск завершен. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»